Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так? Но Нас сейчас будут интересовать ЦП нарушающие фазы Вот эти идут с низком бояшем Москава Поэтому я Посмотрю как оно зависит От этих фаз Значит Основной вклад Численный Дает Теклад Тут есть Отдельно Вот здесь может идти или У или С Т или Т Идут то же самое Поэтому на самом деле Это сумма 9 вкладов Значит Сюда идёт Дубль В минус И Дубль В плюс Сюда идёт Дубль В минус Но доминируют численно Вклады Т анти Т И поэтому Вот это вершина Мы начнём с этой Например Нет Вот тут начальный Т Конечный В Это В А тут наоборот Начальный В Конечный Т Потому Эта вершина По верхней лиге Входят два Матричных элемента Два КПШ москава В сопряжённом виде Здесь то же самое Только вершина ВТД И поэтому И поэтому Поскольку входят модули То эти фазы ЦП нарушающие ВТД Это бета угол Это практически Единицы Нарушающая Фаза Сидит здесь Но в квадрате Мутера Она полетает А Ну и то же самое Есть вклад в анти-В0 Это Собственные Энергетические Вклады Они реально Не наблюдали По причине Своей малости Но теперь Я вместо В0 Здесь могу Написать Когда Т перешёл Здесь в Д В этом месте А здесь Т перешёл В И это будет Анти-В0 Вот это И есть То, что называется Смешивание Нейтральных Везонов То есть Во втором порядке Возникают Не только Собственные Энергетические Добавки Которые Возникают Переходы Которые Меняют Бэквард На анти-Бэквард Это то, что Называется БТФ Два Перехода То есть Соответствующий Флэйвар Меняется На двойку Под Флэйвар Понимается Например, что Если мы Бэквард Припишем Квантовое число Бьюти Назовите Так что Например У Бэквард Будет Бьюти Плюс Один А у анти-Бэквард Минус Один Бэквард 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 Есть ��н Бэквард То С Билл Бэквард Да Под Безд Б zwr есть аналогичные переходы, которые начинаются со 2-го порядка в ослабом, они численно очень маленькие, но они дают такой качественный эффект, который вообще больше нигде, ни в сильном, ни в электромагнитном, и ни в первом порядке в ослабом не возникает. Так вот, когда у нас переходит Б в анти-Б, только боишься, что Москва выглядит так. Тут тоже Т-Кварт, конечно, доминирует, значит, вот тут переход Т-Б, а здесь стоит Т-Д сопряженный, что ли. Накрыли. Это по верхней линии. Теперь по нижней линии. Вот тут начальный Т, конечный В. и это получается вот так. И здесь начальный Т, конечный Т. То же самое, что и здесь. Видите, вся разница. Что здесь входили квадраты модулей, а здесь входят просто квадраты. И поэтому фаза бета, которая вот здесь есть, она не исчезает, она квадрируется и входит в ответ. И поэтому в таких смешивающих переходах есть цепенарушающие множители. Вот это. Ну вот мы об этом подробнее будем говорить. Вот это называется, вот эти цепенарушающие эффекты, которые идут из склада, перемешивающих с нейтральными зонами, они называются цепенарушением сосет-смеши. А есть прямые цепенарушающие эффекты. Вот давайте мы с них начнем, потому что о них мы городко поговорим, они, к сожалению, теоретически не просчитывают по сути. Туда входят, сейчас видно будет в ответе, входит сильные фазы в плену, которые теоретически не умеют считать. И поэтому даже если вы померили какие-то вещи, которые обусловлены прямым цепенарушением, вам не с чем сравнить, потому что вот туда входит и фазы интересующие нас, вот эти цепенарушающие Кабояши-Москаба. И входят в ответ сильные фазы, идущие до дровной части матричного элемента, которые теория не может посчитать. Поэтому вы не можете из экспериментального числа, куда входят и те и другие фазы, вытащить то, что нам интересно, Кабояши-Москаба вытащить. Но давайте об этом коротко поговорим. Значит, я попробую, чтобы исключить сразу всякие вот такие смешивающие эффекты, рассмотрим распад заряженной облаженной зоны, ну, например, по минус, по минус и 0. Я, походу, хотя на этом примере конкретно, но на самом деле это вообще рассуждение можно для любого подходящего распада. Значит, какие тут есть склады? В минус это В квадр и анти-У. Здесь прямой деревянный вклад. Это В переходит в У. И отсюда может родиться Пино. А этот дает С, анти-У и может дать к минус. Сюда входят ВВУ и ВУС. И вот эту амплесуду назовем «стресс» от слова «3» деревянное. Значит, она… Я ее так напишу. ВВУ, 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 ВВУС. Тут будет Т по модулю. И здесь будет ДВТ. Вот эта… Вот эта лишь адронная часть амплитуды. Она вообще, вероятно, комплексная. Это ее фаза. А это ее моды. Ну, кроме таких деревянных вкладов, есть пингвинные вклады. Так, я так пишу, что у нас важна вся доска. Почему? Там еще место есть. Мне еще много писать. Я… Ну, ладно, я затру. Значит, нам нужен будет только вот этот ответ. А картинки… Вот там можно стереть на них достаточно один раз посмотреть. Значит, пингвинный вклад. Вот эта пингвинная вершина. А здесь рождается пара, например, у анти-У. Или ДНГД. Нет, ДНГД не подходит. Чтобы получить К минус, нужно анти-У. И вот нужно родить пара у анти-У. Значит, я напомню, если развернуть эту пингвинную вершину, то она выглядит вот так. А тут ион, который на самом деле сокращается, и тут рождается пара квадров. Нам нужно анти-У. Вот это все, и все число, это коэффициент. Оно стягивается, и получается вот эта точка. А из нее торчат четыре фирменных ноги. ПС, Оль-У. Ну, только там с конкретными всеми коэффициентами. Там, как мы обсуждали, на самом деле, четыре разных структуры есть. По левым, правым и по колорам. Но мне кажется, только качественно нужно. Что это независимые вклады. И пока Бояж и Москава, они включают. Тут доминирует ц-кварковая петля. Поэтому вот сюда входит ВЦВ на ВЦС. ВЦС. А можно спросить, Ильич Сергеевич? ВЦС. ВЦС. Тут я не дорисовал просто. Сейчас. Нет, тут у нас было В. Что у нас тут было? В анти-У. Значит, В пошло в С, и родилась пара квадров, а этот анти-У. Наблюдайте это, что называется. Только здесь всегда пойдет У. И сюда анти-У. Всегда нужно родиться иной, и сюда камин. Конечные и начальные состояния одни и те же. Это два разных вклада в одну и ту же амплитуду. Так. И мы ее назовем ВВП. Энгвин. Значит, она про Кабояши-Москава. Включаясь бы, чтобы перевести. Ну и остальная часть отрунная, она какая-то тоже комплексная. Вообще говоря, анти-У. Амплитудра, которая написана тоже через мод или фаз. Ну и полная амплитуда равна сумме этих двух. Так? Теперь я сразу Убросил, чтобы Вот Реально на этих Кабояши Маскалов Нарушающая Нечерная часть есть только вот здесь ВУБ Это угол гамма Во всех остальных, которые сюда входят Кабояши домовки возникают только Очень сильно падали на них Коэффициентом и можно не быть Поэтому практические Кабояши фаза здесь Ацузская Здесь тоже ацузская Она есть только здесь Поэтому я напишу так Чтобы здесь было Я напишу Помогу И здесь Напишу Минус кепени Минус киполь А здесь будет Просто помогу Важно только Разные спа Сейчас мы увидим Между этим Минус кепени Так Да Что? А я что написал? В Гамма Так Теперь я картинки сотру Значит что изменится Если мы будем сравнивать Вот этот распад С цепой сопряженной распады Б плюс К плюс Минус Значит Надо сделать цепой сопряжения Полная амплектула Важно понимать Что вот эта сильная фаза Она цепой черная Потому что сильное взаимодействие Цепой января Поэтому при цепой сопряжении Эта фаза остается Какая она есть А вот эта Цепой нарушающая гамма Меняется Она цепой не черная Поэтому Мы напишем Полную амплектуду Обозначим M Для распада по минус Она будет думать и так Понимаете? Давайте я Вот эти модули Это просто уже числа Я их включу В понятия T и P Потому что нам нужно Выследить основную Цепую фазу Хорошо? Если хотите Я тут поставлю шляпки А теперь я включаю Эти числа сюда И взгляну шляпки Поэтому это будет П И степень И Дельта Теперь так Вот эту одну фазу Например Я вытащу Как общий нож Поскольку наблюдаемая ширина Это квадрат модуля Это амплитуды И общая фаза Всеобщая Она не наблюдает Поэтому я вот эту фазу Вытащил Ну или я сразу напишу Гамма Отбой минус Попорционально квадрату модуля И это будет И это будет так Тут будет T за шляп Ну T уже без шляп Е степени минус Попорционально квадрату Выбавить Т по моду Т по моду Т по моду Е степени Разностей Нех фаз Разностей Нех фаз Я напишу Ну как-нибудь Не знаю Одной буквой Если вы не возглажаете Это дельта вот эта Отнять дельту эту Понятно? Чего я поперя обозначал Еще раз Вот это я вынес Значит Это Н Равна сумме Ильдуму Полную амплитуду Эту фазу Мы вынесем Тут будет Разность фаз Дельта П Минус Дельта Т Обозначенной Буквой Дельта треугольник Вот эти численные Множители Положительные Тоже вошли В эти модули И они обозначены Без шляпки Поэтому это Выглядит вот так Согласны? Ну и теперь Напишем Гамму Для большинства Чтобы изображенную Она будет выглядеть так Вот эта дельта Это не меняет знак Это сильная Пражность фаз А меняет знак Только гамма ЦП нарушающие Поэтому Тут будет Тэпо модуля Е степени плюс И гамма Выглядит Ф Без степени Дельта По многому Равконгальдар Ну и теперь То, что называется Гревное ЦП нарушение Это разность Между этими Без двумя ширины Если ЦП сохраняется Один вот одинаково Это будет Ну Если ЦП нарушается Это не ну Значит Асимметрия Называется Ну например Гамма Б- Поднять Гамма Б- Но имеется ввиду Вот эти Диет Гамма Это не полная ширина А вот эти Парсальные ширины Ну давай Эду пишу Подробно Прозереть на сумму Ну и подставим Когда я буду Возводить Квадрат модуля Будет Квадрат модуля Этого Плюс Квадрат модуля Этого Плюс Реально Хочащих Происвидеть Так Сейчас У меня есть Записанный Ответ Может мне Просило Короче Это уже Тупое Возведение Надо взять Амплитуду Умножить На сопряженную И перемножить Поэтому Плюс Плюс Возвращение 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 Синий зереда, синий зереда, синий зереда и стоять. Я хочу подчеркнуть, что на самом деле этот конкретный Например, он относится ко всем процессам такого типа. Что тут важно? Видно по ответу, чтобы это был не 0, нужно чтобы этот синус был не 0 и еще и этот синус был не 0. Теперь, вот этот синус, по нему тут прямо видно, это разность сильных фаз. Вот должно быть как минимум два разных вклада в амплитуду интерферирующих. И у этих двух вкладов должны быть сильные фазы, разные. Тогда этот синус будет не 0. Но этого мало. У них должны быть слабые фазы, тоже разные. Тут слабая фаза в нашем примере 0, а эта не 0. Но важно, опять-таки, поскольку общую фазу можно из этого вытащить, и она из квадрата модерна выйдет, то входит и разность слабых фаз. Но в данном случае эта разность равна просто гамма. Так вот, чтобы асимметрия ЦП нарушающая была не 0, нужно чтобы эта фаза разносильных фаз была не 0, и разность слабых фаз была не 0. Если эти оба вклада имеют одну и ту же слабую фазу, она вынесется общим множителем, из модуля уйдет, и ни с чего нарушающим не останется, ответ будет 0. Это очевидно, но даже если тут у вас разная слабая фаза, но сильная фаза одинаковая, то вот это самое плохое, ответ тоже будет 0. Так вот, в этом смысле эта формула достаточно общая. То для того, чтобы наблюдать прямое ЦП нарушение, у вас в амплитуде должно быть как минимум два интерферирующих вклада, имеющие разные сильные фазы и разные слабые фазы. Это необходимая минимальная требования. Только тогда прямая ЦП асимметрия, вот эта вот такая, она будет не 0. Но, к сожалению, даже если вы умеете, даже если вы все измерили, это измеряемая отличие на эксперименте. Но, если вы даже ее измерите, нас интересует гамма. Это фундаментальный параметр. А сильная фаза это ничего интересного так само по себе особенно не представляет, конечно. Поэтому, короче, теория на сегодня еще модули амплитудных актов, как-то еще считает более-менее, иногда с разумной точкой. Но фазы почти не считаются. Там сточностью до двойки можно запросто. Поэтому, к сожалению, вот этот множитель самый плохой для теории. И он считается сточностью до двойки. Поэтому, даже если вы очень точно экспериментально это все измерили, пользы особой не получаются. Ну, что есть, то есть. Поэтому это, еще раз говорю, то, что называется прямая ЦП асимметрия. Вы видите, что она неудачно выглядит по причине, что теория не способна аккуратно посчитать входящие сюда КХД-шные части. Так. Ну, тогда я это стираю. И мы теперь сосредоточимся на ЦП асимметрии, которая возникает за счет смешивания нейтральных боевых зонов. А тут ситуация намного лучше. Вот в этом смысле. Что предсказание, которое можно получить вот так, директрически, для асимметрии возникающей смешивания нейтральных зонов, там можно найти такие моды, в которых вот этой КХД-шной неопределенности и всяких сильных фаз не будет. И предсказание будет чистым. Ну, чистым в том смысле, что поправочки будут очень маленькие. А я вот что-то не помню, а откуда берем Дельта? Ты и Дельта Куэра? Что значит, откуда? Вот у ваших четырехфермионных операторов. Например, этот. Танчихайк, Варкук, Варганск, Варкук и еще один. Обычный четырехфермионный оператор, мы писали их десятки. О-1, О-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот эти фермионные операторы, только здесь, конечно, не все. Это один деревянный и один пингвийный, который уже стер. А теперь вы от него от этого четырехфермионного оператора берете матричный элемент между начальными и конечными адронами. И это называется амплитодой Т. Это матричный элемент от этого оператора, между начальным В, конечным К, И. И от соответствующего пингвийного оператора называется вот так. Это некоторое комплексное число. Оно просто здесь так обозначено. Если вы можете его посчитать, то вы будете его знать. Но это число, это понятно? Мы его приближенно по факторизации вычисляли. Амплитуды. Адроны. Раздирали. Отдельно, например, Каминзон. Он давал свою констанцию в катер и так далее. А здесь был фарфактор перехода B в P, F плюс, F минус. Это мы приближенно оценивали эти сильные амплитуды. Вот эту фингвийную и эту делегантную. Но нам сейчас, поскольку числа не важны, то я их пишу в каком-то абстрактном виде. Что это какая-то комплексная амплитуда, это ее модуль, это ее фаза. И то же самое здесь. Вот и все. Так, я тогда тестировал. Перейдем к смешке. Это более надежно. Асимметрия всегда определяется в атаку. Берется какой-то процесс. Минус СП запряженный. И делится на СУ. Это СП асимметрия. Так. Поговорим про смешку. В этом смысле. Если я соберу все четыре такие кольки. Тут есть еще один склад. Когда W стоят по-другому. Ну, выглядит смешной. Минус СП асими. Так же, как сейчас будет посадив gravity. Да. Мы проверим всё. Это начальная диаграмма превращается в В Вот тут тоже могут идти УСС Короче, есть такая диаграмма, есть такая Но их надо выставить и сложить Качественно они одинаковые Так вот, я это буду как одно целое всегда иметь в виду Сумма этих двух Значит, если мы посмотрим на все возможные варианты Начальные и конечные, их будет 4 штуки Вклад типа В0, В0, анти-В0, анти-В0, диагональные И два не диагональных В0, анти-В0 и наоборот сопряженные анти-В0, В0 И вот это все можно назвать 2 на 2 массовой матрицей В том смысле, что раз есть такое смешивание, то отдельно чистое состояние В0 и анти-В0 Уже не являются собственными функциями гаминзариона, раз они могут переходить друг к другу И вы имеете теперь матрицу смешивания 2 на 2 И ее надо раздеканализовывать и находить собственные В состоянии собственные Как они называются Числа или значения гаминзариона И вот это будут как раз наблюдаемые Массы И вместо В0 и анти-В0 Собственные функции будут их линейными комбинациями Это двухуровные задачи из квантовой механики Понятно? Поэтому Формально она выглядит так Я говорю, вот возьмем, например, В0 и анти-В0 Собственные функции Так Если бы не было вот таких смешивающих планов То они были бы состояниями с определенными массами И тому же еще и равными друг к другу И формально Они были бы решением И формально Они были бы решением Где H Была бы такая масса еще Это было бы просто M Значит M11 Это В0 и В0 Мн 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 По нашему поднимаются вот эти хозяйства, как операторы. Это петля чистая, а торчат четыре ферменных ноги. Ну вот, когда у вас такой диагональный гометериал, то эти два орта и будут его собственными функциями в том смысле. Что Беной – это матричный вид, а это абстрактный дираковский вид. Но он переводится в матричный вид тем, что наш, например, Беной – это первый орт, а Антибойной – второй орт. И эти два орта и собственные вектора – это матричный гометериал и это их собственное изначение. Ну тут просто даже не о чем разговаривать. Но, теперь, когда появились перемешивающие вклады, вот этот вклад, переход из Б0 в Антибойной – он здесь. А переход на оборот из Антибойной – он здесь. И матрица стала не диагональной. И теперь эти два старых орта уже не являются собственными векторами этой матрицы. Надо раздеканализовывать, и собственные вектора были какими-то линейными комбинациями из этих веков. И еще раз повторяю, это двухуровневая задача квантовой механики, по сути. Но то ковид – это уже для Таняна, конечно, не такой, как квантовая механика. Это некоторое число, а торчит – это четырехферменный оператор. И реальную, например, вот эту число, вот этот матерский элемент. Вот то, что торчит здесь, он выглядит так. Фактически. Я могу даже написать коэффициентами. Просто вычисляем одну петлю. Ну, сумму, вернее, чуть-чуть. Вот это выглядит так. Тут стоит некоторая цель, это число конкретное, я его сейчас напишу. А как оператор – он выглядит так. А-а-а-а-а. Ну что, давай за млорик. Вот этот четырехкормионный оператор, что важно, что тут два раза B, это не B и B запрещено, а два раза B и два раза D запрещено. Этот оператор меняет бьюти на двойку, то есть число, он превращает B2 в антибер, по сути. Ну а N2 один перевернутый, он будет задержать согреженные операторы. Так вот, можно приближенно, это конкретный коэффициент, который идет из этой петли, вычисляется, сейчас я его напишу. Вопрос в том, как вычислить этот матричный элемент, это же газибер, как я, понятно. Достаточно рассумное обнаружение отфакторизовать, а именно разотрать пополам. На картинке это выглядит так, что вот эти два уйдут в антиберной, а эти два уйдут в B0. А между ними разрезаем это приближение факторизатора. Так, только если поймите, я могу, тут будет стоять, Lμ, все кварки левые. Это гамма-мю, единица минус гамма-пять. Раз там думали в этой архиве, внутри, да, то эти свершины, это левые кварки. Поэтому все эти левые, 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 левые. Этот матричный элемент мы писали. Тут работает только как общерно-векторная часть, потому что это псевдо-стален. Поэтому вот это не работает, а это есть минус гамма-пять, минус гамма-пять. Та же, как для гамма-мю, это какая-то инстанта другая. Ну, а это к нему комплексное соображение. Ну, и поэтому в этом приближении вы получаете все вот такую вещь умножить на соображение. И это будет LB квадрат, а квадрат B это MB квадрат. Вот приближение и факторизация этот матричный элемент выглядело в квадрат. Ну, на самом деле, это, конечно, приближение. И я сейчас напишу, как выглядит вот это все вместе более аккуратно. Что-то там, оставляя явные лица. Значит, оно выглядит так. M1, 2, 2, 3 фирмы квадрат. Тоже же, фирмы квадрат видно невооруженным глазом. Два W обмена. Каждый W можно стянуть. И это наш исходный 4-х фирмионы, Ларренжан, же фирмы на коренный звук и 4 фирмиона. Просто потом эти фирмионы будут замыкать на пропагаторе, а эти остаются. Давай, говорят, как по сламбам. Ж фирмий квадрат. Из петли идет 6-й квадрат, фазовый объем. Далее. Петля проинтегрирована, и я конкретной коэффициенте поставляю уже селье, как вот есть. Сейчас я скажу, что это за число. Тут стоит тоже коэффициент. Там Т-квар гуляет в пропагаторах. И у него масса большая, и поэтому появляется отношение массы Т к массе W. Это порядка двойки. Это не маленькое число. Ну, это конкретная функция этого отношения. Масса известная, она где-то вот такая. Ну, и Кабояши Маскару. Та часть, которая входит в массы, это модуль. Так, что тут еще нужно? А, вот это число. Вот отклонение этого числа от единицы, это нарушение факторизации. Вот если бы тут было не приближено, а точно, то это число вот тут стояло в единице. Поним? А поскольку это разбирание по факторизации, это приближение, то на самом деле это число не единица, оно где-то там 0,83. Ну, недалеко от единицы. Так что, как видите, факторизация не так плохо работает. Что вы говорите? То, что масса W, а W часы. Все остальное, всякие массы Mb и W. Вот Mb, они пошли прямо отсюда. Mb квадрат 2 степени пошло из квадрата этого. На одно Mb выскочилось петли вниз, и осталось первой степень. Зато выскочило произведением W квадрат, умножить до этого безразмерную функцию. Ну, что выскочило, то выскочило. Так вот, численно ясно, что... Кроме того, можно из самых общих соображений, а именно типа ЦПТ-вариантность, то даже если ЦПТ нарушается, то ЦПТ не нарушается произведение Ц, П и Т. Это следует из самых общих соображений, поэтому считаю, что это, конечно, выполняется. Тогда вот это равно вот этому. И кроме того, они естественны. А наличие смешивающих, оно чуть-чуть дает, ну, грубо говоря, собственное значение этой матрицы, поскольку поскольку вот это, по сути, масса В, а это масса анти-В0. Это масса В0, это анти-масса В0. Это 5К, а это 10-пинус высокой степени. Второй порядок послабо. Ну, поэтому, это очень маленькие добавки по сравнению с самими массами. Так? Ну, и поэтому возникает разность масс, пропорциональная вот этому. Это сопряжок, который в другую вещь. Один, значит, из этих В0 анти-В0 получаются две определенные комбинации. Собственная функция этой матрицы. Ну, грубо говоря, плюс-минус. Сумма разная. Не совсем, но сейчас будем точнее, да? Так вот, один из них имеет положительную добавку в масс равную вот этому месту, а другой отрицательный. Один становится чуть-чуть тяжелее, другой чуть-чуть легче. То же самое происходит, например, с КС-Мизомой. Качественно, то же самое, только цифры другие. Массы все другие. Тут не Б-кварт стоит. Если заменить Б-кварт на С-кварт, в аду, то это будет смешивание кануль-антикануль. И когда они смешиваются, они в основном становятся суммой разности. Сумма такая есть, а разность и такая. Качественно, это же то же самое, только цифры другие. КБС и Москава все другие. Кто там еще? Матричные элементы числены другие. И так далее. числены все другие, а качественно одинаковые. Смешивание, что К-мизоном нитр, и что П-мизоном нитр. Так вот, разность массы измерена экспериментально. сейчас скажу, цифры, разность массы К-мизона. А если здесь заменить D на S, то это будет BS-казон. Странно. И тут меняется КПС и Москава. Вот тут стоит ТД два раза. А если заменить ДНС, то будет вместо него стоять ТС два раза. А ТС на порядок где-то больше, ну может быть 30 раз больше, чем ТД. Поэтому смешивание странных БС-мезона во столько раз больше, чем из странных БД-мезона. И разность массы ответственно во столько же больше. Так вот, для БД-мезона на сегодня число выглядит экспериментально и так. Очень точно померяно. Обратность пикосекунды. Если перевернуть, это будет время жизни в пикосекунды. То есть это где-то две пикосекунды. Но только это не время жизни на самом деле, это обратная разность массы. Почему? Потому что это разность массы. Это не ширина распада. Понятно. Почему пикосекунды? Почему что? Почему не пикосекунды? Ну чёрт знает. Так, я нашёл эту цифру, она везде почему-то даётся в пикосекунду. Ну, можно попробовать перевести. Сами переведите пикосекунды. Это очень маленькая величина. Это второй порядок по слабому. Это ничтожно маленькая разность массы. Так, а для боевской зоны число вместо 0,5 стоит 17,8. То есть это где-то 35 раз больше. Ну, за счёт Кабояши-Москавы в основном. Там ещё есть различные нарушения, но они дают там 15-20 процентов. А число 35 в основном идёт из Кабояши-Москавы. Так, это что касается массы. Но это не всё. Теперь напоминаю, что вот это естественные, а вот эти содержат фазы ГАМА. ВТД. ВТД, ВЭТА то есть. Вот. То ли так, то ли сопряжённое. Тут я могу... Может быть сопряжение стоит на этом месте. Это надо аккуратнее посмотреть. Ну, кроме того, перевёрнутый будет сопряжённым. Поэтому есть и такой, и есть и сопряжённый. Но я напишу вот так, как тут написано. Значит, если там стоит минус бета, то сопряжённое будет плюс бета. Вот тут есть фаза. В этом числе цепи нарушающие. Но, когда вы ищите собственное значение, то у вас ходит акамода. И поэтому тут стоит показание. Собственное значение... Это Эрмитовская матрица. Её собственное значение – бессветство. «Бессветство». Но это не весь Камбинтаньян. Но, вернее, он написан не весь. Так как он написан, а это не весь. Дело вовсе. В этой петле есть реальная и мнимая часть. Мнимая часть – это из меня вот так разрезан. Понятно, о чём я говорю? Взять шкачок. Это понятно? Вас, по-моему, этому должны были много учить по КХД. Что «мнимая часть» вам присуток по правилам Котковского получается разрезан в соответствующем плане. Я смотрю вот так. Я не понял. Я верю, что вы не поняли. Вот это меня удивляет. Чему у вас учили на 5-м курсе? Я напомню. Общие свойства. Алифанты и механики такие же, между прочим. Аплитуда растения какая-нибудь. 2 в 2. Это качественно то же самое. 2 в 2. Ну или на примерчике. У вас склад – полизацию вакуума. Это фотонный пропаганда. Это электронная петля. Это КУ. Так? Если вы её вычислите, то в Эстриторской области, вот это, это будет естественное число. А в Минковской области, у неё появится мнимая часть. Это будет комплексное число. Мнимая часть соответствует вот чему. «Надо её разрезать на две половинки». «Надо её разрезать на две половинки». «Я для явности вот сюда присобачив электрон-позитрон». «Анигелирует виртуальный фотон». «Есть Борноский вклад, когда тут идёт просто пропагатор без петли. А это к нему рак-поправка. Даю себе поляризацию вакуума». «Тут можно взять мину и не снова где нет». «Так вот, если это разрезать, то левая половинка, а здесь идёт, например, ну кто? Ну любой фермион заряженный. Или еле, или мю-мю, или там кварки, то всё есть. Но пусть это будет чистая электродинамика, кварков нет. Но, допустим, тут есть вклад от петли ЕЕ. Значит, тогда это будет так. Вот тут рождаются живые ЕЕ на массовой поверхности. И теперь она умножается на сопряжённую. И интегрируется по вот этому фазовому объёму, вот этой пары ЕЕЕ. Понятно, что ли? Это амплитуда, это сопряжённая. Это всё вместе, это квадрат модуля этой штуки. Когда её умножил на сопряжённую. И теперь этот квадрат модуля интегрируется по фазовому объёму этой пары. Это просто сечение ЕЕ в ЕЕ, проинтегрированное по фазовому объёму. Сечение ЕЕ в ЕЕ. Когда рождаются вот эти ЕЕ живыми на массовой поверхности этой линии. Вот они. Эти, конечно, тоже. Но это просто начальные ЕЕ. Вы сталкиваете и раздаете живую пару ЕЕ. Это амплитуда этого процесса. ЕЕ в ЕЕ. Теперь она умножается на сопряжённую. Получается квадрат модуля. И интегрируется по конечному объёму. И получается сечение ЕЕ в ЕЕ. Наблюдаемо. Так вот, вот эта штука равна мимо части этой петли. По соотношению унитарности. Неужели вы такого никогда не слышали? Это ж надо. Но ясно, что это сечение. Если вот это, импульс Q. Вот он. Это суммарная энергия, сталкивающаяся в начале ЕЕ. В этой системе центра. Для того, чтобы родить живую пару, Q квадрат, ну, короче, энергия начальная, должна быть не меньше, чем 2 массы электронной. Это порог реакции. Так вот, как только мы, значит, можете по законам сохранения энергии импульса родить живую пару, в этой петле появляется внемая часть с порога. И эта внемая часть равна вот этому квадрату модуля, то есть сечению ЕЕ в ЕЕ. С точки зрения дистанционного соотношения, вот эта из некоторых функций Q квадрата, называется поляризация вакуума. Реально, эта функция Q квадрат делить на массу электронных квадратов. В электродинамике. Считай, что для Мезона в мире, чтобы они не портили нам, не усложняли жизнь. Так вот, эта функция, ну, и от альфа, конечно. Это альфа электродинамический. Так эта функция. Вы в Кридовской области, когда Q квадрат меньше нуля, и ничего живого тут родить невозможно. Энергия мнимая. Так? Так эта петля будет чисто вещественной, какая-то функция аналитическая по своей переменной в этой области, в Кридовской. Но когда вы ее потащите в область положительной Q квадрата, то начиная с порога, у нее разрез появляется. И она становится комплексной. При Q квадрат больше порога рождения электронной пары 4mE квадрат. У этой функции появляется, кроме реальной, еще мнимая часть. Причем, на этом разрезе, на верхнем берегу, она есть P1 плюс INP2. Это ее реальная и мнимая часть. А на нижнем берегу, она равна P1 минус ИP2, сопряженная. Разница между этим и этим, это скачок на разрезе. Это скачок на разрезе, равен вот этому сечению. E плюс, E минус, E плюс, E минус. Вот это мы выражим. А связь этого выражения с этим рисуется вот так. Вот эта стрелка означает, что те линии, которые перерезались, они садятся на массовую поверхность. Это определение, что означает эта стрелка. Когда ее нет, то в этой петле квадрат бегают. В основном они вне массовой поверхности. Но есть ненулевой вклад, когда они садятся на массовой поверхности. Так вот, разрез означает, что вы под интеграл этот по петле вставляете, по сути, это функции, которые держат эти две верхние и нижние пропагаторы на массовой поверхности. И тогда, поскольку они вот тут на массовой поверхности, то вы можете это вот так разделить и получаете вот эту картинку. Что это живые, родившиеся электромпозитронные пары. И это амплитуда Е в Е, где все на массовой поверхности. Умножить должно производить. А это истечение этого процесса. Но это будет только в области даже не так, а вот так, выше порога. А дальше, если Q квадрат дойдет до 4 массы миомезона в квадрате, то начинают рождаться мионные пары. И появляется дополнительный вклад в разрез от рождения мионных пар. И так далее. К чему ты держишь? А! Здесь все то же самое. Вот петля. Вот виртуальные пропагаторы Qvark. Они, если я просто ничего не делаю с этой петлей, то они в основном, конечно, вне массовой поверхности. И это просто идет, как петлевая поправка дает свой план. Но в этом петле, если взять вот эту роль входящую в округ, здесь играет энергия B0. В системе покоя все пишется, это его масса 5 Г. В этом петле. Но в этой петле можно разрезать вот так, разотрать на две половинки. И тогда эти квадраты, которые тут стоят, они садятся по определению на массовую поверхность. То есть рождается реальная пара квадратов. Не виртуальные далеко от массовой поверхности, они становятся на массовой поверхности. Но тогда ясно, что можно родить, а что нет. Можно родить только такие квадраты, у которых суммарно удвоенная масса меньше массы бомезонной. Иначе энергии не хватит. Родить пару квадратов невозможно. Живых. На массовой поверхности. Понятно? А пару УУ или пару ЦС можно родить. Но что это такое, когда отрежу половину? Это вот такая амплитуда. В, ну например, С. Это W. Я её скажу. W тяжёлый. Это наш эффективный огрыжам злобоза и модели. Константная фирма. Один ток ВС, второй ток какой-то тут у нас. ДС, например, да? В, 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 Д, антиц. То есть это будет Ж, Три, Али, Нагоренный звук. Это наш слабый огрыжам. А здесь стоит С, В, С, Д, С. Вот он. Знаете? Это он и есть. Это левая половина этой картинки. Если вот так её разрезать. И стянуть W. Можно не стягивать, а оставить. От этого ещё не изменилось. Так вот, что описывает, если я эту половину выброшу? Что бэк-варк с обменом W превратился в пару ЦНТЦ. Она потом как-то антрализуется. И превращается в отроны. Какие мощи с разной вероятностью. Что описывает эта штука? Она описывает распад бормезона. В какие-то отроны, содержащие в данном случае С-кварки и Д-кварки. И плюс ещё там стоит вакуум, со что угодно можно родить. Короче. Вот эта половинка. Отписывает вклад в ширину распада бомезона. Но только это не весь вклад. Это вклад только вот от этой части. А именно, когда тут или У-З, идут У-З. А есть ещё другие вклады в полную ширину распада. Тут, наверное, вот тут, когда в Б так, доминирует по КВ-Яши-Москава переход Б в Ц. А когда здесь Д, то скорее доминирует переход Д в У. Поэтому по нижнему току будет не Ц, а У. Скорее, это больше достойно. Вот этот оператор даёт вклад в распад бомезона. Ну, например, Б, С, наблюдатель, В, ДУ. Этот, например, Д- и минус. Тут у нас был антидель. А это будет Д визон, например. Д плюс. Это распад. Только это у меня антидель нарисован. Антидельной, Д плюс, Д минус. Пожалуйста, есть такой вклад. И много других. Короче. Итог всех этих разговоров состоит в том, что когда я разрез сделаю, то с одной стороны, эта мнимая часть этой петли. С другой стороны, эта мнимая часть описывает ширину распада бомезона на более легкой квартке. В первом порядке по дубль В. Ну, в том смысле, что амплитуда, конечно, в первом порядке по дубль В содержит одну степень же ферли. Но когда я буду находить ширину распада, я ее возведу в квадрат-модуль, и все равно больше ферли. Квадрат. И по величине будет такая же, как и Э. Тоже второй порядок по же ферли. Итог. 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 Имей это в виду. То, что здесь написано, это не полная вещь. Это условно говоря масло военно-оборот, а здесь здесь все шевина. Я их достираю, уже не нужно. А тут стоит гамма. Вот эта массовая матрица аналогична ее матрицу гамма. Потому что частицы распадаются, они нестабильны. Если бы не было распада у помизона, гамма была бы равна 0. Так вот, вот эти диагональные вещи, они тоже равны друг другу, они дают ширину распада В0, равную ширине распада анти-В0 при приближении и смешивании. И это вот примеры, вот только что обсуждались. Но кроме того, вот в этой смешивающей части, обвязывающей переход в анти-В0, тут тоже есть склад мнимочастия этой петли. И это вот эти члены. Но поэтому комментируем не эрбитовский, за счет того, что, естественно, наши состояния распадные. Они нестабильны, в абсолютном смысле слова. Но морально это не страшно. Там в смысле, что остается все-таки вот это уравнение, это система 2 на 2 уравнения. Если вы переводите в матрицную форму, то полная матрица комментируема выглядит вот так. Где вот эта 2 на 2 массовая матрица, эта 2 на 2 матрица ширины. Вот они. Ну и теперь надо найти две собственные функции, две собственные энергии. По крайней мере, энергия будет комплексными. Ну, значит, скажем, их обычно называют. Одна, ну, сейчас расскажу. Одно собственное состояние назовем H, от слова heavy, у которого большая масса. Чуть-чуть больше, чем у второго, у которого будет light. Чуть-чуть больше, чем у второго. Это два собственных значения этого арминтониана. Они комплексные, потому что арминтониан у нас не армитовский. А он не армитовский, потому что частицы распадные. Но важно, когда вы решаете формально задачи, что вот матрица комментируема, вот ее ингредиенты, надо найти ее два собственных вектора и два собственных ε. Ну, так, тогда комплексность формально никакой уровня не играет. Угло обрешаем, но эта матрица 2 на 2 и все дела. Так вот. Вот это получатся такие два собственных значения. Им будут соответствовать вместо b0 и ампти-b0, я это стираю, два правильных собственных вектора, которые будут являться перемешанными линейными комбинациями из этих двух органов. Потому что все они диагональные, если они здесь и здесь, их перемешивают. Ответы можно дописать так. Что bh, например, это есть b0, плюс q, ампти-б0. П и код два числа. Б и ампти-b0. По-моему, вот так, миленький клуб, это номерок, это два комплексных числа, нормированные, так чтобы эти состояния были нормированы, эти считаются нормированными. Вот они описывают смешивание за счет этих диаграмм, которые переводят частицу маги и частицу. Повторяю, это все делается на примере Бобизона, но для Кобизона, если вы замените на этой картинке Бекварк на Эскварк, качественно все то же самое, только цифры другие. Теперь, численно, что можно сказать о величине гамма характера? По сравнению с массой. Я имею в виду, конечно, вот эти 5 ГЭП, которые тут стоят, их можно отстегнуть, это начало отсюда. А учитывать, знаете, даже диагональные члены, только вот такие диагональные склады, переход Б0 в Б0 за счет второго порядка. Понимаете? А 5 ГЭП, которые идут из КХД, это начало отсюда. Так вот, все равно. Значит, будем так и считать, что 5 ГЭП мы отстегнули, поэтому вот эти 7 величины, все, они порядка же 7 в квадрат. По порядку величины. Но все равно они разные сильно. Потому что, когда я смотрел склад в массу, массовую массу, то здесь доминирует ТТ, потому что у него Кабаяш и Москава очень больше всех остальных. Тут стоит, ну, короче, он доминирует по этой причине. И по причине того, что у него масса большая тоже играет роль. Но, поэтому, мой с собой мастер, основной вклад дает ТТ, по сравнению с ним вклад ЦЦ намного меньше. Но, когда я возьму разрез, мнимую часть, то ТТ не вкладывает, потому что слишком тяжелая, а эти частицы должны быть на массовой поверхности на разрезе. И вкладывает только УИЦ. УИЦ проигрывает ТТ, и БКВ, и Москава, и ТТ по множителям связанных с массой, по этой причине численно. Вот эти числа намного меньше, чем это. Понятно? Для БМИЗОНов. Для КМИЗОНов это не так. Там они одинаковые с точностью, там-то двуще какой-нибудь. Там нет такой раз. Так, может перерыв сделаем? Уже три часа? Так, тогда не будем делать перерыв. Я туда это все скомкаю. Значит, еще раз повторяю. Численно. Реально мы медитаем. Тот Б, который тяжелее, вот этот, Хевер, у него зато ширина меньше, чем у этого, который легче. Ну, такие цифры. И такие знаки. У КМИЗОНов, по-моему, и тоже. КА-шорт, который быстро распадается, имеет большую ширину. Она там на два порядка больше, чем у КЛ, который колонг и медленно распадается. Но зато у него масса, у КА-шорта, у него ширина больше, а масса чуть меньше. Иерархия там держится такая же. Просто цифры другие. Там в КМИЗОНов играет еще огромный фазовый объем. Что если он может... КС, который ЦБ-четный в основном. Это типа сумма К0-антиканок. Он может распадаться на два Ки. И тогда у него фазовый объем довольно приличный. А КЛ, который ЦБ-четный в основном. Он не может по этой причине распадаться на два Ки, а распадаться только на три Ки. А по три Ки, фазовый объем у него низ тоже. И поэтому ширина распада у него сильно по этой причине ставится. Ну, независимо от всех остальных КБА-ши рассказал. Так. Я напишу тогда быстро-быстро в несколько формул. Как реально и по какой реакции был найден угол бета. И это была основная цифра, которой построили БФА. Определить быстренько угол бета. И это было первое, что они сделали. Естественно. Все остальное уже так чисто не находится. Там нужны уже какие-то приближения, какие-то конечно проблемы и так далее. Вот давайте быстренько я напишу несколько формул. В какой реакции впервые был найден угол бета, который определял треугольник монетарности ЦБ-нарушений. Эти формулы, в принципе, вы сами можете себе раздиагонализовать задачи 2 на 2. Кроме того, эти формулы не входят. Это вам просто для общего образования. Тогда я это все сделаю. И напишем формулы конкретно, которые были первыми измерены на БФА-бриках угол бета. Так, где это, пожалуйста. Ну вот это я знаю, что это. Значит, самое подходящее, то что называется «золотая мода», кажется, такой процесс. Что такое шепсивис вы представляете? Это ЦНТЦ векторными зонами. Она кроме зоны, только сделана из ЦНТЦ. Это они в ВС волне и спины сложились в единицу. ЦНТЦ. Ну а это КАЭР. Он ЦБ четный в основном, с точностью до нискотожной поправки. И, соответственно, ЦБ сопряженный процесс. Значит, ЖПС имеет квантовое число 1 минус минус. Он П не четный, Ц не четный. Но произведение ЦБ у него плюс. То есть у него есть определенная ЦБ четность равная плюс единицы. У КАЭСа тоже. КАЭСа это с очень хорошей точностью КАНОЛИ-БРОСАНТИКАНОЛИ комбинация. Вот такая. При ЦП сопряжении, они переходят друг к другу. Минутку. И поэтому при ЦП сопряжении он переходит сам в себя. А при П сопряжении он псевдоскалер, он меняет знак. Так, поэтому он цепонечет. Ну пусть будет цепонечет. Это не принципиально. Это общий множитель будет. Так. Важно то, что вот возьмите вот такой распад. А это к нему ЦП сопряженный. Ну я не знаю. Ну мне надо держать, что тут стоит КС ЦП сопряженный. Что эта волновая функция имеет общий минус по сравнению с самим КС. Ну будем держать на ноги. Я повторяю, сейчас видно будет по формулам, что это не принципиально. Так. Теперь. Чем хорош этот процесс? Если вы начнёте расписывать диаграммы, то он идёт на деревянном уровне. И с хорошими КБС и МСК. А именно. Например, вот этот. Анти-Б0 это Б-квак. Это имеется ввиду Б-дельные зоны. Состоящие из Б и Д-квак. Б даёт С. В. И тут идёт СС. И вот тут можно получить КС. А тут ЖИКС из ЦНЧЦ. Вот он идёт на деревянном уровне. Без петли. И с хорошими КБС и МСК. В том смысле, что лучше у них быть не может. Как бы. Это будет ВЦБ, но ВЦС. ВЦС почти единица. ВЦС сам-то маленький. Но у Б-кваков переход в ВЦ, он самый сильный. Ну, если вы не можете родить Т-квак, конечно. Поэтому это максимально хороший КБС и МСК. И на деревянном уровне. Поэтому коэффициенты. Помните, что-то типа С1 на У1. И С1 порядка единицы. Вот отсюда идёт основной вклад. И он максимально большой и не подавленный. По колору, правда, подавит. Одну зрень даёт. Но это всё учитывается. Да? А, да. К чему это говорю? Тут есть, конечно, и какие-то другие. Типа вкладов. Типа пингвинов. И так далее. Но они здесь очень-очень маленькие. У них КБС, что МСК выстоит невыгодно. Они всегда по петле подавлены автоматически. Поэтому добавки, идущие из других членов. С другими КБС и Москава. Ну, типа пингвинов. С другими КБС и Москава. И с другими членами фазами. Они численно очень маленькие. А это означает, как мы только что начали обсуждать. Что прямое цепальное нарушение. Идущие из интерференции деревянных вкладов и пингвинов. За счёт разных фаз. Оно будет очень маленькое. Потому что пингвиновый вклад очень маленький. Вот это и есть основное преимущество этой золотой моды. Что она очень хорошей точности. Поправки за счёт пингвина там, по-моему, процент или ниже. В амплитуде. К этому деревянному вкладу добавки. А пингвиновый вкладок где-то на 2 порядка меньше. Поэтому она и золотая. Что у них прямое цепное нарушение. Которое, как вы видели, содержит разные сильные фазы. Плохо считается. Она сильно-сильно подавлена. Я напомню. Асимметрия, возникающая из прямого цепного нарушения. Она содержит А1, А2, синус-синус. Ну, условно говоря, синус-гамма, синус-дельта. А здесь стоит А1 квадрат плюс А2 квадрат в качестве. Где А1 это, например, деревянный вклад амплитуда. А А2 квадрат, например. Так вот, если один из них намного меньше другого. Ну, пусть будет, например, А2 намного меньше А1. То независимо от всяких синусов, оно подавлено вот так по модулям. Видно? Ну, поэтому он именно такой. В этой реакции пендвины вклад А2 где-то на 2 порядка меньше, чем А1. Это просто давит вклад прямого ЦП нарушения на таком же уровне. И доминирует очень хорошо. Идет ЦП нарушающий эффект, идущий отсюда, из смешивания. Как это теперь считается? Значит, реакция выглядит так. Вы сталкиваете Е плюс и минус. Фотом, виртуальный, рождает пара Б-кварка, БНТБ. Они подцепляют себе ДНТД уже через клеон, и превращаются в Б0НТБ0 пара. Они начинают разлетаться. Поэтому реально это выглядит вот так. В системе Цельсия. В начальный момент Цельсия какой-то. Родилась пара Б0НТБ0. Реально они рождаются на резонансе YN4S, который на них распадается. И у них импульсы такие, что они сильно негалитивисты. Поэтому можно считать их стоя, что у них просто, что они стоят. Цельхимпульс равен 0. Так? Теперь. Дальше они живут своей жизнью в каком-то смысле. И вот они начинают лететь, например, Б0. Улетать от точки рождения. Но по дороге он может смешиваться. И вот он вылетел в начальный момент как Б0, но через некоторое время за счет вот этих диаграмм он может превратиться в анти-Б0. Это понятно? Потом, если Б0 летит, через некоторое время он может превратиться снова Б0. иначе оно осциллирует. То же самое происходит с этим. Так? Мы хотим, мы к конца ловим вот эту пару. Но нам надо знать. Отдельно мы хотим взять разность ширины этого распада минус этого. Это и будет ЦП асимметрия. Это ЦП сопряженная распада. Но тогда мне нужно знать отдельно, что когда у меня родилась вот эта пара, то она родилась отсюда или из этого. Иначе, если я не буду это знать, то я еще не смогу это самое. Поэтому как это делается? Один из распадов тагируется, то что называется. А именно. Например. У него же есть не только такой распад, у него еще сотни других каналов распада. И берется и ищется такой распад, который идет только из анти-Б0, а из Б0 не идет. Это называется тагирующая мода. Что если вы эту моду поймали, то вы знаете, что анти-Б0, который содержал Б-кварт, вот он распался. А не анти-Б-кварт. Ну, например. Б-мезон может распасться на Т-мезон или какой-нибудь П-мезон с такими зарядами, что, ну, например. В, С, В, Д, У, а здесь будет, ну, например, Д. Нам нужен нейтральный. Так? Вот это анти-Б0. Вот тут может быть Д плюс и минус. Из этой пары родится Д минус, из этой пары Д плюс. Вот, если у вас в начале Б-кварт, то он может дать Д плюс и Б-кварт. Но если у вас, кстати, сопряженный, а не Б-кварт, то тут будет Д минус и Д плюс. Это друг нового. Вот это и есть пример тагирующей моды. Понимаете? Если вы видите, что у вас родилась пара Д плюс и Д минус, то это значит, что она родилась только из этого. Но из этого она не может родиться. Поэтому вы когда выловили эту пару, то вы знаете, что вот этот, который вы видите, из какой точки она родилась, и вот этот мезон, который полетел сюда и в этом месте распался, он был анти-Б0. Тогда второй будет Б-кварт. Тогда второй будет Б-кварт. Вы уже про него зарыве это знаете. И тогда, когда он распадается в эту моду, то вы знаете, что это пошло из распада Б-кварт. Потом вы делаете сопряженный вид. Вы ловите моду Д минус и Д плюс, которая может пойти только из этого распада. А мода Псика пойдет из этого распада. И так вы отдельно смотрите, какие распады пошли из Б0, вот эти. А какие пошли из анти-Б0. Понятно, Серёхова? Да или нет? Всё. Ну, короче, это способ их разодрать и знать отдельно, сколько этих пар пошло из Б0, сколько из анти-Б0. Потом образуем разность этой пусты по асимметрии. Теперь, ну, формулу. Всё, стираем. Значит, какую формулу нам нужно? Нам нужно эволюцию по времени. А когда в начальный момент у меня родился Б0, то через время С во что он превратился? Что значит, за счет смешивания? Это то, что называется Б0, Т. Ну, это вот из этого капитаниана, вы находите ваши две собственные функции, вот две собственные энергии. И они, эти собственные состояния, зависит от времени, вот так, по определению, где здесь стоит и это число и лет, у этих двух собственных функций. Эти две собственные функции являются определенными смесями, вот они, с Б0 анти-Б0. Эти коэффициенты, короче, можно посмотреть конкретно, что реально входит только отношение Б на Ку. И оно с очень хорошей точностью равно Е степени минус 2 и Бета. Где Бета это вот этот угол. Вот эти две собственные функции, вот их энергии и ширины, ширины намного меньше, вернее, разность ширины намного меньше разности массы. Что еще нужно? Почти ничего. Значит, как это реально делается? Вы говорите, мы знаем, что в начальный момент, Т равное нулю, у нас был чистый Б0. Теперь я хочу посмотреть, по что он превратится через время Т. Тогда я должен его разложить по собственным функциям. Я просто делаю то, что делал внутри конкурса планки механика. Это будут конкретные коэффициенты, тоже выражающиеся через эти же числа по ИКУ. Не охота их писать просто. Так? Теперь вы говорите, через время Т. Вот эта собственная функция. Зависит от времени. Со своей энергии. А вторая со своей энергии. Поэтому она будет выглядеть так. Так, а теперь удобно перевернуть и наоборот. Даже не перевернуть, а просто подставить снова через Б0 и Б0 и скомбинировать что подобное. И получится. И получится. Конечно. Я повторяю. До задачи третьего курса по квантовой механике. Двухуровневой системы. nadạo clamором wczeсей и наоборот. Так. Двух. Так. Так. А где они у меня были? Затейする difícil? Так. Почему-то нет, то есть у меня такой же квадрат модуля записан. Продолжаем следить в квадрат. Сейчас я посмотрю. Я же в груди писал. Только тут есть эти формулы. Может быть они мне очень не нужны, на самом деле. Я вам еще напишу действительно прямо ответ. Короче, смотрите. Это совершенно конкретные два числа. Вот эти. Типа синус, косинус, разность и масс. На сравнении с разностью масса, эти разность гамму можно выбросить, она там на 2-3 порядка меньше. Ну, короче, ясно, что когда вы знаете вот эти п, q и собственные все числа, так вы это все по уровню системы можете крутить хоть вправо, хоть влево и все будет конкретно. Поэтому это конкретные, простые коэффициенты типа синус-косинус. Оно осциллирует со временем за счет перемешивания. Потому что это не собственная функция. Вот собственные функции. Они идут чисто, друг с другом не смешиваются. А вот в базисе, это осцилляции идут между b0 и b0, потому что это не собственные органы. Хорошо. Так вот наш b0, который здесь родился в начальный момент нуля в чистом виде b0, через время t превращается в вот такую штуку. Тут есть кусок b0, а есть кусок антибиноля. Дальше мы смотрим распад этого состояния на ПСИКА. Тут есть две амплитуды, которые идут с раскладом b0 и которые идут с раскладом b0. Они могут оба, идут с другой, они могут распадаться. Но эти амплитуды, они уже сильные амплитуды. Но не сильные амплитуды. Они вот эти две. Генериальные амплитуды. Я только что их решила. Растёк. b0, b0, c, w, m, c, s, d. Это КС, а это пара GPC. Вот эти деревянные амплитуды. И аналогично для антибиноля. Так вот, что тут стоили? Тут стоили по КБЯШ и Москава ВЗВ и ВЗС. В этих двух КБЯШ и Москава практически нет ЦП нарушающих фаз. Они только вот в этих двух. А в этих, которые сюда входят, они... Там нет добавочки, что-то нарушающие. Но они подалили там на три порядка в следующих членах разложения. Поэтому, с такой точностью, это естественно КБЯШ и Москава. Это сама амплитуда, чтобы они нарушались. Вот она, к ней теплость оброженная, ей равна. Вот, что важно, так? Поэтому, когда я буду проектировать вот это состояние на ПСК, то войдет амплитуда распада В0 ПСК, обозначенную буквой А. И отсюда еще войдет амплитуда распада анти-В0 ПСК. Обозначенную А с чертой. Но А равно А с чертой, потому что в них нет ЦП нарушения. Поэтому полная амплитуда распада В0, в момент времени Т, если она распадается в ПСК, то она выглядит так. Это есть общая амплитуда А, сильная. Ну не сильная, а вот эта. А коэффициенты выглядят так. g1 плюс q на b, а q на b это вот что. Только я поправильно написал. По-моему, это q на b, а не b на q. Что тоже сейчас несу 2. Это q на b. q на b это если есть 2 и b, а тут стоит g2. Вот так выглядит амплитуда распада вот этого В0 в момент времени Т. Теперь надо взять квадрат модуля. И там получится ширина распада. Теперь для анти-В0 аналогичная формула. Сейчас я ее напишу, чем она отличается. Почему у меня нет ерунгипедиптизма? Короче, явно пришел результат для квадрата модуля. Для ширина распада. В B0 в момент времени Т распадается сюда. Или в анти-В0 в момент времени Т распадается сюда. И мы будем брать разность. Тогда если я сотру, это будет последний формул. Так. Наверное, вот это уже можно сделать. И еще раз повторяю. Это двухуровневая задача. В принципе, вы сами можете здесь и не спеша спокойно все это расписать. Значит, асимметрия. Это есть гамма. Ну, например. Ну, от кого отнимать, это тоже дело вкуса. Поделись на сумму. Равно. В общем, у нас есть гамма. У нас вот этот губ, я бы её давал, но опять я брал их только секунд, она с хорошей точностью известна. Поэтому вот это мы знаем, а ещё мы бета. И вот эта формула, вы видите, тут ничего неизвестного кроме бета нет, она чистая. Все агронные амплитуды, а, вот эти, они одинаковые и они в числителе и знаменателе сократились. А в чём её неточность? Неточность в том, что, например, кроме этих основных деревянных вкладов, есть какие-то изгибные вклады, которые сами дают дополнительное ЦП на решение прямого. Но они очень маленькие в этом канале. Это типа одного процента добавка. Вот где, самое главное, откуда идёт точность. Что-то поправка вот такого типа. Ну поэтому, если дядя вы знаете заранее, вы его меряете отдельно по оцениваниям распада других мод, то изменивая это раз доделать на сумму, вы находите синус 2 бета. Называется золотая обмода. По причине вот этой. Поправки к этой формуле очень маленькие. Ну и на сегодня я вам могу сказать, как это выглядит в результате многолетних усилий и измерений. Вот так это на сегодня выглядит. Как видите, точность очень приличная. Это означает, что угол бета где-то в районе 24 градуса. Что касается остальных углов, гамма, сумма альфа плюс бета плюс гамма треугольный край пи. Поэтому независимых углов только два. Вот эти бета и гамма. Что касается гамма, там нет такой красоты, что были демоты с точностью можно было померить не хуже процентов. Там эффекты кихотешные намного более существенные, ситуация более грязная. Ну, короче, тем не менее, там комбинирует много чего и как-то специальная кухня большая. Угол гамма на сегодня, я боюсь наврать, в общем, скажем, что-то типа 70-10 градусов. Вот где-то такая характерная точность. Но видно, как говорится, перспективы, что эту точность можно довести, ну, я не знаю, раз в пять лучше. Надо намерить там с большей точностью некоторые промежуточные распады. Типа вот, ну, эта гамма хорошо меряется из распадов B, там, типа, комбинацию типа T-P, что я уже не помню. Но T сразу сам распадается. И важно, те моды, которые подходящие, их надо тоже знать с хорошей точностью. Вот это на сегодня как бы основной упор, который портит точность измерения угла гамма. Клево мерил-мерил эти моды распада T, но вот точность у него все-таки не очень на сегодня хорошая. Поэтому B-фабрики, они сами начали мерить T-распады. И когда сейчас через там, сколько, я не знаю, пару лет ступит Супер-Б-фабрика в Японии, она что-то делается, то там они это, надеются, измерить все эти распады нужные на порядок лучшей точностью. И тогда угол гамма, точность повысится в разы. Ну, вот такая на сегодня ситуация. Ну, все за мной. У меня все. А откуда берется от решения, что сумма этих блоков B? Это стандартная модель, что у вас всего три поколения. И тогда эта матрица смешивания кварков, она унитарная. Из условий унитарности получается, что произведение... Это матрица три на три. Произведение одной строчки на сопряженную другую равно нулю. Это одно из условий унитарности матрицы. Каждая строчка... Это будет три числа. Понятно, о чем я говорю? Вот одна строчка, три элемента КБХ и Москава. И вторая строчка, три элемента. Берется первый на второй сопряженный, потом следующий на сопряженный прибавляется. Плюс прибавляется третий. Получается три комплексных числа. Сумма равна нулю. Каждое комплексное число можно на плоскости изобразить вектором. Сумма трёх векторов равна нулю, даёт замкнутый треугольник, у которого сумма в углу равна π. Это и есть углы α в этой границе. Вы, наверное, не были на том занятии, где это всё рассказывали. Так, ещё какие есть вопросы? Насчёт экзамена. Вы сами... ... ... ...